Замаялась я тут, привет зритель, садиться. Короче, я снимаю на другую камеру. У меня тут суп, борщ. У меня тут горьянки падают. У меня тут салат с миру по нитке. У меня тут с малопуэра две штуки на чашку, которую я тут шорт сила, а у меня тут сметана. Чтобы было видно стул, не видно меня. Чтобы было видно меня, не видно стол. Я уже меняла ракурс раза два, как хотела у меня не получается, чтобы было на фоне велика и домика. Как бы, я не уверена, что камеры хватит. Она просто слабо заряжена, поэтому она жрет. Тут у меня к чаю вообще тут шоколад. На самом деле это не то, что в пакетик нарисован. Там у меня чайник еще стоит и рядом зарядка. То есть все. Провода от зарядки не очень хватает, потому что попутно питается телефон с обновленным ведроидом. Поэтому, ну уж не обессудь, будешь видеть только, как я ем, а что я ем, откуда я это беру, ты как бы не увидишь. Потому что, ну вот как-то вот, темы у меня особо никакой нету. Борж с грибами. Почему гренки? Я сюда взяла только свой самопальный хлеб черный. А белый был в холодильнике. А я что-то тут повадила сделать гренки. Потому что достанешь его из холодильника, он холодный какой-то такой, ну не то не сё. Думаю гренок что ли сделать. На самопальном масле, смесь масел, смесь семян. Ну та смесь семян, которая как бы салатная, я из нее делала масло. Я на нем жарю. Борщ. У меня была заправка такая, ну как солянка там, что это делала. Грибы, капуста, морковь, лук, что-то еще. Соответственно на растительном масле. У меня была свекла с прошлого года. Урожая прошлого года, с сада. И картоха. Картоха меня угасила моя подружка. Маленькая. Картоха. Тут у меня смола на всякий случай еще лежит в кармане. Ну и как бы это что. Вода колодичная, фитронная. Я почистила картоху с очоклой и сварила. Потом добавила эту заправку. Она называется солянка. Но ее можно как бы разогреть и с чем-то есть. Как вернее распорядить. Но для меня она как-то более такая концентрированная. Ну, на живот не хорошо. А в супе ее нормально. Самое решило делать борщ. У нас тут поселилась медведь. Как минимум штуки две. Маленький и большой. Поэтому пока особо не покатаешься. Ну, правда, у меня у велика колесо спускается. И пока причину не установили. Ну, далеко, короче, на нем не поездить. Зато можно посвятить время гамаку. Как бы у меня так получается, что я в гамаке особо-то что-то за вот эти три дня не лежала. Ну, уже четыре. А я на вечернем приехала. Чем как? Я иду. Потом уже узнала, что у родственников сбежала кошка. Три дня гуляла. Домашняя стерилизованная. С одной стороны мяу, с другой стороны мяу от Ашалаева. Ну, Ашалаева-то середина дороги, короче, километр до нас. А у меня кошка в переноске молчит. Думаю, что такое. Совсем у меня кукуха, что ли, потекла. Как некоторые думают. А я еще ехала, когда иду в Выдр. Подъезжает, короче, ну, в общем, поворот на Выдры. Поворот на Сады. А чуть подальше, ближе к городу, ну, короче, если спиной стоять, видите, справа Выдры, слева Сады. А там еще сверх поворот такой. И там какие-то элитные, видать, Сады. Ну, что дорожка, а дальше Ворота. Это поворот, человек, Легковуха. Она уже провернула, я подружке говорила. А она что-то у меня, это, двинулась на всех этих астральных путешествиях. Хрен знает куда. Смотрю, мужик стоит в красной майке, синих штанах. Ну, такое спортивное, думаю, фига себе, Грю. Машина проехала, не останавливалась, но не мог откуда мужик выпрыгнуть. Постоял и исчез. Думаю, так, какую-то подобную тему обсуждали ВКонтакте, группа Харика. Подружке рассказала, она в этот же день у меня была, она говорит, ну, у тебя просто типа того, что такая сильная сила, ты чувствуешь энергетический след. Я думала, я думала, ее по красоте. Иду-иду, думаю, может, у меня тоже чувствуется энергетический след от такой-нибудь кошки, которая тут лет 20 назад жила. Потому что деревня-то уже давно не жила. И там мяк-мяк-мяк-мяк-мяк-мяк. И там оказалось, это кошка родни вышла в свободное плавание. А дальше я иду, вот дальше может быть энергетический след, хрен знает. Потому что медведь, он все-таки бурый, а не белый. И мне периодически видится, как в человеке идут. Думаю, соседи, так они приезжали в дом, обработали и свалили. Девочка соседская. Так давно бы уже, если бы на велике, уже приехала бы сюда. С автобуса вроде бы, на меня никто не садил. Да и так быстро бы туда не уфинделили. Метрах 700 от меня. Ну, силуэт такой, как два человека, побольше, поменьше. Или три человека. Но тихо. Кремя-мяу-мяу. Ну, думаю, ладно. Оботву куда-то хренакой, чердой. На следующий день узнаю, что тут медведь. Точнее, в этот же день узнаю. Что тут медведь. Ну, типа мама с дитем. Не доходя фермы, если по повороту, так, в деревню ехать. В медведь, в ферме, значит, налево. Там когда-то делали селосную хреновину, как селосную кучу, но не сделали. Я помню, мой брат Петре, там, в 99-м, когда сюда приезжал, с делом, в бомбинтон играл. Ну, в теннис он. Теннис что-то там сдавал. Спортсмена был, то-сё. Ну, и вот весь этот бетон, он развалился и стрел. Кусты там всякие наросли. Видать, там тихо. И медведи-то не любят шум. Она пришла туда с дитем. Не факт, что с одним. А я так спокойно профинтюрила к ферме вообще ни ухом, ни брюхом. Что там что-то есть. Напоминает, как 20 лет назад, когда я ходила в одну, состояла в одной тусовке. Шумной. Бензиновой. Хотя хрен знает, чем мотоциклы топят. Короче, перлась по дороге. А ума заклуб. Перлась и перлась. Меня так к себе обступили, ты, говорит, как дошла, живая, а что случилось? А там, говорит, стреляют. Ну, видимо, они как-то стреляли, меня не задело. Вообще никакие места. Когда какая-то дофига углическая мафия существовала. А тут у меня салат с миру по нитке. Я его вчера так и назвала. Почему с миру по нитке? В этот раз у меня, вчера у меня было еще покупной яйцо. Сегодня у меня яйцо от близких родственников, салат от близких родственников. Ну, не совсем, короче, родственники. Родственники, которые... Близкие родственники, которые выглядят, а это просто родственники. Не сказать, чтобы супердавние. Короче, родственники. Потом, как он звать-то его? Редиска, свыдр. Меня тетя Люся угостила еще дней 10 назад. Потом укроп. Лук зеленый. Это... Лук зеленый, по-моему, это вообще с вытера от бабы-капы. От другого родственника. Плюс-минус близкого. Ну, наверное, такого же близкого родственника, как вот эти родственники. Чуть-чуть менее близкого. Хороший хрен знает. Младшая сестра моей бабушки. Укроп, значит, с нашего сада. Это чесночные стрелки с моего огорода. Тот самый чеснок, который в 16-м году был посажен. А потом он выродился, выродился, выродился. И вот, ну, в прошлом году он как-то не очень был, а в этом году как-то дофига дорос. И масло льняное, которое я успела отжать перед поездкой сюда. А еще соль. Так, конечно, надо было бы в холодильник убрать. Ладно, ну тут более-менее в теньке стоит. Так, скоро. Главное не забыть, подум. Или на окно поставлю. Ладно. Пусть тут стоит. Не помет, наверное. А я мой шоколад тут. Ну, как, всякий разный шоколад. Его сдувает. Ты-то не видишь, что его сдувает. А я это вижу. У меня там еще две редисины осталось. Так вот, деревню оккупировал медведь. Вчера стреляли. Я так поняла, не близкий родственник. А пофиг, короче, тут все одни близкие родственники. Будем считать, что дальние родственники, это те родственники, которых я видела от силы разжисти. Как брат Петре. И они живут в Хлензаге. Как бы сказала подружка Маша, у Хушхеки многодетные, большие, угрюшевские семьи. Ну, когда у вашей бабушки было там, допустим, еще несколько братьев, сестер, и у дедушки. Того поколения, короче. Так вот, вчера с 11 до 2 стреляли. То есть теперь, где примерно медведь. Очень бы хотелось, чтобы его отправили на мясо. Ну, или хотя бы загнали бы обратно в Кожевниково. Потому что я планировала сходить в Силюхинский лесок за земляничкой, съездить на велике по дороге в сторону Рескина. Там есть земляничка в подружке. с двух сторон, потому что раньше был земляничный лесок. Съедить до Степанова. Съедить до Прилуг, пожрать мороженку. на своем любимом месте по церкви, где Иисус дает интернет. Ну, или не знаю кто. Так уж сложилось, что в Прилуках по церкви хорошие четыре-три. На белой ней на мегафоне. Я, наверное, тихо говорю. Снимаю-то я на Соне. Тут вечно шумит. Птички поют. Я даже с телефоном этим всем не управляю. На одном, вроде как, есть управлялка. Но мне что-то было лень гемориться, потому что он слегка разжаренный. Ему фигно, а вдруг не хватит заряда. Она на эту камеру, наверное, год не писала. На другом, вроде что-то стоит, но я не помню. Синхронила я ее с ней или нет. А раз YouTube сжимает звук с изначального 48 тысяч, как на этой, где-то до 44-100, а приблуда виншот, который открывает файлы от Sony, и сжимает этот звук так же, как YouTube, открывает все-таки файлы .mts, а вот пару директора не открывает, то я подумала, почему бы не записать на Соне? Дальше, что я ее в этот раз загасла. Питиканя на микрофон, то все. В прошлый раз мне как-то не случилось камеру достать, когда я брала только одну, что-то на телефон телефонняла. Причем, так получилось, что приехала в город, даже некогда было особо все отснятое на телефон в виде шоссе здесь, просто чтобы я ее залить нагадал. Сюда по отдельности, наверное, можно было бы залить кваса. У меня угостили родственники квасом, целой полторашкой. Была бы окрошка. Только, наверное, с меня нравится смотреть картохи. На меня даже лопатка какая-то есть. В этот раз у меня как-то очень удачно, я в прошлый приезд приличной еды привезла. У меня еще в морозилке там что-то осталось. Плюс добрый зять подогнал газовый баллон. Добрый троюродный дядя поставил нам этот газовый баллон. Я готовлю на газу. Прикол, если я просто так давно не писала на эту камеру, говорю я так, не особо огонька, она видит, как мунбанг ксмр. я боялась, что чай будет очень горячий, я сюда не могу. не взяла разбавлялку. А пока я тут кто досел, она как раз, по-моему, не подостынет. Я вчера тут пару веток березовых, которые отвалились от кусты, распригачила на дрова в ночную. Иногда в ночную. И кое-чё покидала мангал. Хотела сегодня, но, наверное, уже завтра. Что, посмотрела, 4 часа. Я только ещё уже обедать собираюсь. Пока-то, пока всё. Короче, зафигащий мангал может завтра. Каждый день выхожу в поле к ферме за деревню, где есть слабая, а иногда даже сильная. Если везёт, то загружаю шортик и скачиваю. Если не везёт, то скачиваю только тренировку. Хлои Тинг начальщик-конторой с подруг меня новый друг по интернету. Я думала, пересечься с ним в реале, но как бы люди из интернета, судя по моему приятелю из Японии, когда он был в Питере, они пытались нормально договориться. Это я со всеми прям готова встретиться в реале. Ночья. Потому не удивлюсь, если меня примерно в определённый момент садит. сюда привезли две тарелочки новых. Ну как, за деревню новые, так-то они нифига не новые. А в это удобно есть суп, а в это удобно есть салат. Хотя, в принципе, и наоборот. Они мне что-то полюбились. Тут тупо не было, ну, дефицит был глубоких тарелок. Собирались какие-то тарелки привозить? Просто он ещё готов. Я говорю, привезите сюда глубокие. Ну, лучше он меня и в городе так как-то снимет. Не напряг. Плоских дофига. А не плоских нифига. Блин, так мелко порезала, что в некоторой части хрен с вилкой подцепить. Хрен с вилкой подцепить. Сейчас я тут прервусь, сейчас унесу домой. Том, стрёмно мне за сметану. Надо бы её в холодильник, а она тут на улице торчить. Из пяти кусочков осталось, грубо говоря, два. В окно хотя бы даже поставлю это. Ну, блин. Салатный листик не хочет ни на вилку, ни на что. И вот я снова тут. Я вообще немножко по-другому её ставить хотела, но было как бы солнце совсем с туды. И ни черты не видно. Очень хороший такой пакетик из-под этих штучек. Он так закрывается, можно туда что-то засидать и другое. И всё нормально будет. У меня сейчас шумит ещё чайник до кучи. и тут у меня тупо чёрный разный шоколад. Смола совсем остыла. Да, вот она. Ну, сейчас тянет согреется. Долю погреть. Телефон у меня зарядился. Я только думаю, не буду выходить в Телегу дней 5 и вконтакт. Прилетает сообщение от подружки и полотенца от дофига няшной парни. Я думала, если человек не отвечает на какое-то сообщение, значит, просто, ну, нечего ответить. Ну, годы общения с Нигитосом просто так не проходит, да? А, оказывается, не знаю, что там было, но мне решили ответить на то, на что даже не отвечали. Ну, как бы, прочитал и молчок. Думаю, наверное, нечего сказать. Думаю, окей. А тут оказалось, нечего сказать. Ну, наверное, у меня так неполноценными сообщениями в удовольствлениях на телефон прискакала. Сейчас допью, поплюсь искать интернету, скачивать тренировку хаоэкинг на сегодня и читать все там не прилетело. У меня бедный гамак закрутился весь. Я сегодня два раза уже растутывала от ветра. Там надо заменять веревки. в прошлом-то году на одну меньше было около два или три подряд. Некоторые так покачались. А в этом году сразу три веревки. Фигаас. Я думаю, купить новый. А именно таких нету в продаже. А потом я думаю, а что это я буду покупать новый? Нужно же просто заменить веревки. Вот это, видимо, бабаевский был. Там победа был бабаевский еще какой-то. куски неполноценных шоколадок. Так вот, палисадник мы решили снять. Я его еще в начале года пыталась разобрать. Ну, то, что отвалилось, я отсобачила. А то, что никак, оно пока никак. А там родственникам что-то надо делать и нужны такие вот металлические фиговины, которые... Вот я ее пыталась достать из земли, но что-то как-то никак. Силов немало. Короче, им нужны металлические фиговины, а нам нужны дрова. И мы нашли друг друга. Не знаю, только придут снимать эти металлические фиговины. Какая-то фигня в зубу. А, укроп застрял зубу. Продолжение следует... Конечно, жалко, что тут не конфетки, а просто шоколадка. Ну, все подалось. У меня там еще есть две банки варенья, нот. Жиденький. Какие-то конфетки, какие-то печеньки. Вот теперь горячо стало. Ведь эту хрень надо будет как-то синхронить с планшетом. Я не помню, есть там у меня управлялка или нет. Или придется с танцами с буддом сначала на ноутбук, а потом с ноутбука на планшет. Как бы я планировала тут тайм доделать, но что-то пока не открывала ничего. На четвертый день, проночевав тут три ночи, я достала только эту камеру. Хотя на телефон что-то снимала. Горячо. Я помню, что обещала пожрать пюрешку быстрорастворимую в деревне тут, на природе. Я ее как-нибудь пожру. Если у вас была тема для разговора, хотя учитывая проблему с велосипедом, наличие медведей, когда я там еще на природу доеду, учитывая, что я даже еще не дописалась и не смонтировалась. Ну, как бы смонтирую-то, может, сегодня, но когда доеду-зарезу, мне, наверное, легче спросить в дереву, какую-нибудь тему для разговора под лонбанг с картофочкой. Тут, говорят, заяц-рысак шарахается, заяц-другой. Лось где-то шарахается, мне пока не попадались. Меня только достает кошка соседей. Ох, зритель, наверное, я поел, хоть я и не допил, но он горячий, разбавить нечем, я вроде как-то наелся. Если тебе понравился вот этот хавчик, ну, поставь палец кверху. Если хочешь поддержать канал, где-то будет облако, я скажу тебе спасибо. Ну, еще это типа того. Спасибо за просмотр!